Азбурат Султанович, по горячим следам Ярыгинский занеселся на первый для вас турнир в качестве главного тренера. Вы следили за борьбой и были в борьбе. И знаете, ребят, может кто-то стал открытием вообще. Как вам итоги этого турнира? Ну, в целом, турнир завершился таким яркой борьбой. Порадовали ребята, красивую, открытую борьбу показали. И, в принципе, я ребят всех знаю, они на сборах были в Сочи. И вот на сегодняшний день то, что я видел, молодежь, она показала себя, претендует на лидерские позиции. В некоторых весах мы это видели. В 61 килограмм, в 65 килограмм тоже понравился там Мамедов. Очень грамотно, технично выстроил борьбу, красивую борьбу показал. 70 килограмм Жирбаев очень ярко выиграл всех по 10-0. Таким я его никогда не видел. Ну, и в 86 там, ребята, молодежь. Сегодняшний день молодые, видно было по турниру, что уже претендуют на лидерские позиции. И это нормально, это конкуренция. И лидерам, которые были, им тоже нужно задуматься, как-то там собраться и тренироваться. Больше турниров соревновательной практики не хватает лидерам. На этом турнире, да, там не боролись и Абдул-Рашид Садулаев, так как не было там, какие-то микротравмы были. Ну, я думаю, подлечится и будет также выступать на чемпионатах. Потому что эти турниры, они формируют сборную команду. Они дают возможность проявить себя. И нужно бороться почаще. Поэтому, я думаю, сейчас будет сбор. После Ригинского турнира сформирована уже команда. И будем уже на сборах определять, кто куда поедет. Множество турниров предстоит. Поэтому будем сейчас планировать, какой состав куда отправлять. А какие турниры есть? А есть вот Кубок Президента, там главы Бурятии будет международный турнир. В Иране сейчас есть клубный чемпионат, где несколько составов будет мировых. Мы сейчас поймем, какие там команды будут. И тоже туда отправим ребят. ПФЛ будет там. Ну, и множество турниров. В Армении будет международный турнир Степана Сарегисяна. Много турниров. Мы будем сейчас как раз планировать и третьих, и четвертих номеров. Молодежь будем отправлять, чтобы их обкатывать. Поэтому работа предстоит. Тем не менее, вы, конечно же, понимаете, что эти турниры не заменят, да, ребятам? Чемпионат Европы, чемпионат мира. Какие слова вы находили? Вот вы пришли, стали во главе сборной. Какое настроение было у ребят вообще, желание работать? Какие слова вы, может быть, находили, чтобы мотивировать и выступать дальше? Я понимаю, что трудно подыскать эти слова. Да, там, чтобы не говорить, ребята хотят выступать. Ребятам нужен стимул, мотивация. Мы их, конечно, подбадриваем со всем тренерским штабом. Мотивируем, чтобы не расслаблялись. Говорим, что в любой момент все может открыться. И нужно быть лучше готовым, чем расслабиться. И там появится возможность, и уже нужную форму никто не наберет. Поэтому ребята с пониманием относятся, как-то себя мотивируют. Потому что все хотят быть в сборной команде. Все хотят быть лидерами. И это вот качество лидерское, оно присутствует у всех ребят. И вот за счет этого еще нам легче тренерам их мотивировать. Поэтому ребята сами, они молодцы. Хотят вот это конкуренция, вот это желание, стремление быть первым победителем. И оно присутствует у нас. Поэтому желаю там, да, и ребятам, да, там, и всем нам, чтобы у нас поскорее там была возможность выступать на чемпионатах Европы, мира. И, естественно, Олимпийские игры, куда каждый спортсмен, каждый борец хочет стремиться и выиграть. Трико на сборы в сборной России вы уже брали? Трико пока не брал, но возьму я, как и обещал. Уже на сбор я приеду в Трико. Абдул-Рашиду я пообещал. Поэтому буду чуть-чуть работать с ним, как-то мотивировать его. Я понимаю, человек, который привык быть на пятистале олимпийском, и для него это единственное вот воодушина, стремление, стимул, чтобы попасть, тем более на третью Олимпиаду. Но я понимаю его прекрасно. Поэтому тоже как-то он с пониманием, да, там, пытается себя заставить, мотивировать. И также буду его поддерживать в этом. Спасибо.